Фьючерсы на фондовые индексы США в основном снижаются в рамках коррекции. Доллар США при этом слабеет по отношению к шести мировым валютам, а также к канадскому доллару. Биткоин заметно воспрял духом и держит курс на отметку 19 тысяч долларов. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы сегодня преимущественно снижаются. Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,48%. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, напротив, поднялся на 0,03%, а индекс широкого рынка S&P 500 также снижался на 0,37%. Подобная динамика фьючерсов говорит о том, что рынки США могут показать снижение в последний день ноября, но одновременно с этим завершить месяц на оптимистичной ноте. Например, ноябрьский рост индекса Dow Jones вполне может стать максимальным с января 1987 года. И это способствует надеждам на создание вакцины от коронавируса, а также ослабление внутренних политических опасений США. В понедельник отмечается коррекционное настроение среди инвесторов. Это связано во многом с тем, что биржи США завершили минувшую пятницу ростом в пределах 1%. Оптимизм относительно восстановления экономики в 2021 году повлиял на эти события. Доллар сегодня также снижается, что связано с сохраняющимся оптимизмом относительно вакцин, а также с ожиданиями увеличения помощи от ФРС США. Вакцины Pfizer и BioNTech должны одобрить в Великобритании уже в ближайшие дни. Более того, первые дни распродаж в США прошли успешно, что говорит о потребительской уверенности. Трейдеры, оценив этот позитивный фон, рискнули покинуть надежный актив. А тем временем в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе вводят новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В Сан-Франциско закрываются кинотеатры, музеи и тренажерные залы. Число госпитализированных с COVID-19 США продолжает увеличиваться. И судя по всему, волны новых инфекций и новых карантинных ограничений в Европе и США совершенно не беспокоят трейдеров, раз уж они решили прибегнуть к более рискованным активам. Так, индекс доллара, отслеживающий его курс по отношению к корзине и шести мировых валют, к моменту подготовки материала к данному видео упал на 0,1%, фиксируя свои позиции вблизи отметки 91.65, то есть самого низкого уровня с апреля 2018 года. Таким образом, индекс доллара установил рекорд самого большого месячного падения с июля. По отношению к канадскому доллару, американская валюта также сдает свои позиции, теряя примерно 0,27% и торгуясь у отметки 1.2954. Стоимость биткоина сегодня растет в среднем на 4%. По мнению аналитиков, тренд на снижение цены криптовалюты завершился. Теперь биткоин обещает плавно расти, снова приближаясь к уровню в 19 тысяч долларов. Биткоин сегодня поднялся на 4% до отметки 18 984 доллара. Напомним, во вторник 24 ноября биткоин впервые 16 декабря 2017 года превысил отметку в 19 тысяч, но позже постепенно перешел к коррекционному снижению. В ходе торгов четверга снижение курса криптовалюты доходило до 16%, цена опускалась до уровня 16 387 долларов. Но в выходные биткоин снова начал расти. Психологический фонд крипторынка сегодня явно испытывает относительное спокойствие и нацеленность на постепенное движение вверх биржевого курса биткоина. Аналитики не исключают, что к концу сегодняшнего дня рост его стоимости вполне может достичь отметки 19 200 долларов. В целом, сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно боковую динамику. Вместе с тем главный инфекционист США Энтони Фаучи напоминает о злосчастном вирусе. Из-за празднования Дня Благодарения и ухудшения погоды существует высокий риск нового витка ухудшения эпидемиологической ситуации. Что будет в дальнейшем, покажет время. На этом у нас сегодня все. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании ИнстаФорекс. С вами была я, Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных сделок и жду вас на нашем канале завтра. До встречи!